Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас необычное занятие. Мы его проведем в Зоологическом музее Одесского национального университета имени Мечникова. Речь пойдет о насекомых. Поехали! Итак, класс насекомые, самый распространенный на нашей планете, относятся к типу ченистоногие под типу трахейнодышащие. Этот класс имеет такие отличительные черты. Их тело сегментированное, отсюда вы, ребята, и название инсекта, что означает животное с насечками. Тело состоит из головы, груди и брюшка. На голове имеются органы чувств. Это сложно устроенные фасеточные глаза, а также одна пара усиков, которые одновременно являются органами прикосновения, а также вкуса. Кроме этого, по телу, а также по голове располагаются мелкие усики, которые являются органами прикосновения. На голове имеется ротовой аппарат различного типа, в зависимости от пищи, которую употребляют данные насекомые. На груди есть три сегмента, к которым крепятся три пары конечностей. То есть, последовательно к первому, второму и третьему сегменту крепится пара конечностей. Ко второму и третьему сегменту крепятся крылья. Итак, ребята, давайте пройдемся по внутреннему строению насекомых. Их органами выделения являются мальпигиевы сосуды. Кровеносная система состоит из многокамерного трубчатого сердца. Она не является ни замкнутой. Таким образом, кровь смешивается с полостью тела и называется гемолимфой. Так же, как и остальные представители типа чинистоногия, класс насекомые имеют жировое тело, которое выполняет функцию гидростатического скелета, то есть оно поддерживает изнутри тело, а так же функцию выделения и накопления разнообразных веществ. Их тело, так же, как и других представителей типа чинистоногии, покрыто плотной хитенизированной кутикулой, к нижней части которой изнутри крепятся мышцы. Вместе с кутикулой мышцы образуют наружный экзоскелет. Снаружи, то есть над кутикулой, находится воскообразное вещество, которое защищает насекомых от высыхания. Дыхательная система представлена разветвленными трахеями. Это также является отличительной чертой от других классов, потому как у ракообразных, мы с вами помним, есть жабры. У паукам разных есть две пары органов дыхания, то есть у них есть трахеи, а так же легочные мешки. У насекомых же только сильно разветвленные трахеи. Таким образом, ребята, мы с вами разобрали внутреннее строение, давайте пройдемся по развитию насекомых. Для насекомых характерно непрямое развитие, это означает, что у них есть стадия личинки. Но, кроме этого, у насекомых есть полное и неполное превращение. Что это такое? При полном превращении насекомые проходят стадию яйца, личинки, куколки и взрослой особи. К таким насекомым относят жесткокрылые или жуки, бабочки или чешуйчатокрылые, двукрылые, которым относят мухи, комаров, а так же перепончатокрылые, это разнообразные пчелы. К насекомым с неполным превращением относят отряд стрекозы, прямокрылые, отряд тараканы, так же отряд вши и отряд полужесткокрылые или клопы. Итак, отряд бабочки или чешуйчатокрылые имеют две пары перепончатых крыльев, которые крепятся к второму и третьему грудному сегменту. А так же на голове имеется ротовой аппарат сосущего типа. Это отличительная черта этого отряда от других представителей класса насекомые. Отряд жуки или твердокрылые имеют две пары крыльев. Верхняя пара, которая крепится ко второму сегменту, превратилась в твердые хитенизированные надкрылки, которые защищают нежные перепончатые крылья второй пары. Ротовой аппарат грызущего типа. Отряд двукрылые, которым относятся мухи и комары, имеют одну пару крыльев, вторая пара превратилась в жужельца. Так же, ребята, этот отряд имеет колюще-сосущий ротовой аппарат, либо лижущий ротовой аппарат, например, у мух. Отряд блохи. Отряд утратил крылья за счет паразитического образа жизни. Ротовой аппарат колюще-сосущего типа. Отряд перепончатокрылые. Имеют две пары прозрачных перепончатых крыльев, грызущий ротовой аппарат. К ним относят пчел, муравьев, наездников и яйцеедов. Что ж, пройдемся по насекомым с неполным превращением. Отряд прямокрылые. К этому отряду относят, например, саранчу кузнечиков. Имеют две пары крыльев, причем передняя пара более плотная, чем вторая пара. Ротовой аппарат грызущего типа. Особенностью отряда является то, что имеют грызущий ротовой аппарат, а также прыгательные задние конечности. Отряд стрекозы. Имеет две пары крыльев и видоизмененный ротовой аппарат, который превратился в ловильную сетку. Отряд тараканы. Имеют грызущий ротовой аппарат, а также две пары крыльев. Информацию об отрядах пши, полужескокрылые или клопы и равнокрылые, к которым относятся тля, ролик мы вставлять не стали. В связи с тем, что на них не делается акцент в школьной программе. Но информацию про них вы можете найти в дополнительных материалах к ролику в моей группе ВКонтакте, ссылка на которую в описании. Значение насекомых преувеличить невозможно. Давайте представим, что насекомые исчезнут с лица земли. Что тогда произойдет? Ну, во-первых, поначалу. Ситуация может нам даже понравиться. Исчезнут заболевания, которые распространяются с помощью насекомых, а также в этот год увеличится урожай, так как не будет вредителей. Но спустя несколько лет ситуация окажется плачевной. С лица земли исчезнут насекомые, опыляемые растения. Исчезнут плодово-ягодные культуры, которые опыляются насекомыми. Оскуднеет наш рацион, так как с продуктов питания исчезнет мед. Исчезнет воск, а также значительно оскуднеет народная медицина, потому что из насекомых делают много медицинских препаратов. С лица земли исчезнут птицы, которые не смогут найти себе пропитание. Что ж, ребята, надеюсь урок вам понравился. Мы постарались снять для вас интересный материал. Если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите уроки по биологии, а также разборы тестов по химии и по биологии. А на сегодня все. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!